Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Мы с коллегами как раз про инициативное бюджетирование говорили. А так, чтобы весь спектр тем разнообразных осветить. С февраля, по-моему, вы к нам не забегали. Хорошо, приступим. Будут у нас темы и городские, и федеральные. В том числе связанные с экономикой. Но начать, конечно, надо с мероприятий сегодняшнего дня. Это прямой линии президента Владимира Путина. Которую мы пропускаем. Которую мы пропускаем, да, и не можем в прямом эфире за ней следить. В отличие, кстати говоря, от посетителей Кировской налоговой, для которых ведётся трансляция, как сообщили сегодня наши коллеги. Прямо вот в прямом эфире они могут это наблюдать в ожидании, когда налоговый инспектор или специалист их примет и решит их вопросы. Ну, пока то, что я вижу, это то, что изменился формат. Нет в зале просителей, нет возможности у просителей задать неожиданный вопрос, как в своё время у Владимира Маматова про вятский квас. И уже есть первая такая реакция президента на актуальные вопросы, проблемы и жалобы. В частности, жалобы на резкий рост цен на бензин. Владимир Путин сказал, правительство виноват. Ну, не совсем так казалось, насколько я знаю, насколько я слышал в машине, пока я ехал сюда на передачу. Но на самом деле, действительно... Не досмотрели, не досмотрели. Может быть, может быть. Но на самом деле формат, он, на мой взгляд, действительно, это, во-первых, инструмент. Нужно понимать, что это очень такой получился в сегодняшних реалиях, очень интересный для государства, для президента инструмент. Именно прямая линия? Именно прямая линия. Чем он интересен? Он интересен тем, что поступает, насколько я знаю, всегда больше двух миллионов вопросов. То есть, в какой-то год было три с половиной миллиона вопросов. Знаю, что перед началом трансляции на сегодня поступило один и восемь миллиона вопросов. И из них только порядка семидесяти, на которые он отвечает. Что происходит с остальными? Остальные собираются. Полагаю, что сегодняшние системы обработки данных, которые существуют, они очень сильно прогрессировали. И, соответственно, есть возможность их систематизировать как по отраслям, так и по регионам. И, так сказать, создать определенный срез как настроение жителей из глубинки, скажем, мест из муниципалитетов, так и, собственно, сделать определенную картинку по регионам совершенно, скажем так, с разными инструментами социологическими. И потом можно будет, не губернатору, а президенту, скажем, по каждому губернатору представить там картинку, как работает система в регионе. То есть что по свалкам, что по дорогам, что по благоустройству, что по социальным каким-то сферам можно будет этот средств увидеть. И я думаю, что те меры, которые по ним можем будет принимать, они будут, ну, достаточно, скажем так, обоснованы. И эта папочка зеленая, которая у президента была раньше, она станет немножко толще и будет ему более удобно управлять страной. Так, ну вот зачем это нужно Владимиру Путину, мы поняли. Ну, кроме явных целей, может быть, пиара какого-то, да, все-таки такой анализ происходящего в стране. Не за всем он успевает следить, я так понимаю, в реальном режиме все-таки. А зачем это надо людям? Вот люди пишут на прямую линию 2 миллиона вопросов россияне. Причем вопросы самые разные. Кировские дольщики записали, переулок Гороховский, 21, в надежде на то, что решится их проблема, да. Родители учеников 24-й школы, противники строительства полигона в Осенцах. Люди-то получат ответы. Ну, на самом деле, к сожалению, у нас же ручной режим достаточно давно отложился, да. И у людей впечатление о том, что царь хороший, а бояре плохие, оно достаточно серьезно, ну, так скажем, я считаю, культивироваться. И поэтому у людей складывается впечатление о том, что вот, по сути, прямое обращение к президенту поможет решить эту проблему. При том, что дольщики очень четко знают и понимают, что, ну, надежд мало. Но засветились. Но засветились. И действительно, это, ну, такого рода, может быть, надежда на чудо. Надежда на то, что именно на их проблему будет обращено внимание. И, собственно говоря, именно им помогут среди той массы проблем дольщиков, которые вообще во всей стране существуют. Это вот, ну, я вот только с этим сравниваю. Потому что на самом деле, конечно, взять там дольщиков, взять вопросы свалок, вопросы, там, недостаточности мест в садиках и так далее. Это же системные вопросы, которые, по идее, власть должна была решить еще много-много лет назад. По крайней мере, о них подумать. Когда первые прямые линии еще начинались и задавали те же самые вопросы на них, между прочим. Так вот, к сожалению, несмотря на то, что вот то, как Владимир Владимирович отвечает, вот хочется прямо сказать, давай зачетку пять, потому что отвечают очень хорошо. Он всегда подготовленный приходит, да. Очень, на мой взгляд, точно. Вопрос, основной вопрос, он философский. То есть он как раз связан с тем, а что мы строим, а то, каким будет завтра. И, к сожалению, очень часто эти философские такие вопросы размышлительные, да, в них, ну, правды-то нету. И как вот, как сделать так, чтобы чиновник думал о том, что будет завтра, или там, ну, любой даже человек, любой, собственно говоря, там, житель страны, а не только жить сегодняшним днем. Вот это очень большой и серьезный вопрос, на который явно, во-первых, он не будет задан на прямой линии, а во-вторых, на него не будет ответа. И, к сожалению, вот отсутствие ответа на этот ключевой вопрос, что должно такое случиться, чтобы чиновники думали о том, как завтра будут жить их дети в этой стране, вот, ну, превращает эту прямую линию просто в инструмент. — В инструмент или в цирк? — Или? — Или в цирк? — Да нет, почему? Это инструмент, он... — То есть все-таки он реально работает? — Я думаю, что каждый думающий человек, каждый переживающий о завтрашнем дне человек, он так или иначе смотрит... Мы же, когда говорили о топливе, так или иначе старались между строк услышать о том, что действительно будут приняты системные меры, которые не будут допускать роста цен в будущем, скажем. Причем не то, что роста цен, мы понимаем, что инфляция, рост цен должен быть, а не основательного обогащения каких-то людей за счет наших природных ресурсов. И я, к сожалению, этого не услышал, я услышал между строк, к сожалению, совсем другое. Я услышал, что да, наши цены на розничном рынке так или иначе приближаются к общемировым, к общеевропейским, и так как мы в глобальном рынке существуем, то мы должны приблизиться к этим ценам. — И еще бы зарплаты в России, особенно в Кирове, приблизились к общеевропейским и общемировым, вообще было бы прекрасно. — Тогда мы должны еще говорить и о производительности труда, потому что, чтобы зарплата увеличилась... — Мы работаем мало, да? — Мы работаем плохо. — Мы работаем на самом деле плохо, но я не готов сказать, что это из-за нас и из-за нашего нежелания трудиться. Это из-за тех, наверное, стимулов, благодаря которым желание жить, зарабатывать, развиваться, оно, собственно говоря, должно быть у здорового человека. Когда ты живешь, зарабатываешь и делаешь это вопреки, получаешь недостойную зарплату и при этом вынужден себя постоянно в чем-то ограничивать, мне кажется, это не дает стимула для того, чтобы повышать свою производительность труда. — Печально. Ладно. Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Прервемся на полминуты и вернемся. — Особое мнение на 101FM Михаил Шевелев, председатель Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате и руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Мы продолжаем. Но вот от проблемы дольщиков я бы хотела все-таки к федеральной такой теме обратиться. История с регулированием государственным долевого строительства. — Буквально на прошлой неделе появилась новость о том, что с 2020 года в России могут полностью запретить продажу недостроенного жилья. То есть люди сейчас привыкли покупать на уровне котлована, дом строится, цены на квадратные метры растут. Это удобно людям, это удобно застройщику, потому что у него есть возможность пользоваться деньгами, за которые он не платит. — Что изменится? — В системе я не согласен, что удобно застройщику продавать, потому что все-таки возможность строить на чужие деньги — это достаточно большое благо. Особенно для больших компаний. — Я это и говорю. Да-да-да. — Да, вот. Для крупных компаний, вообще в той системе, которая сегодня сложилась в нашей экономике, когда происходит, я бы сказал, очень четкое государствление, когда системы выстраиваются и укрупняются все. То есть этот тренд, в общем-то, очень логичен. Ну, и еще плюсом, если добавить желание все запретить, скажем так, ограничить, то есть ограничить от ошибок неразумный народ, скажем так. То это очень логичный ход. Хотя, конечно... — Ход логичный. Чем на людях он отразится? — Ну, во-первых, мы должны понимать, что рост цен в данном случае будет неизбежен. Во-первых, при переделе рынка неизбежно падение ввода квадратных метров жилья. И, соответственно, будет какое-то определенное время, когда спрос будет превышать предложения, и таким образом цены будут расти. — Ну, это законы рынка, законы экономики. — Да, это законы рынка, которые, собственно говоря, если еще будет продолжена поддержка ипотечного кредитования, то это автоматически произойдет. Вот. С другой стороны... Секунду. Можно? Еще начало вопроса, потому что пока пропустил. — Чем отразится на потребителях запретительные вот эти вот меры по ограничению удалевого строительства или полному его исчезновению? Мы поняли. Значит, уйдут маленькие компании. Вот жилья снизятся. — Это прежде всего снижение конкуренции. Это снижение конкуренции, потому что уход маленьких — это автоматически, ну, как бы, как, скажем, консолидация больших объемов застройки и, соответственно, возможность установления цен для определенной группы компаний. Но ведь почему это произошло? Это произошло, прежде всего, потому что тот закон 214, который, на самом деле, на мой взгляд, очень хороший. На мой взгляд, он предполагал достаточно жесткие и, как бы, предполагал организацию достаточного контроля на уровне государства за тем, чтобы не появлялось обманутых дольщиков. Но, к сожалению, отсутствие желания выстроить этот контроль... Ну, я могу привести пример. Например, закон действовал с начала 2000-х годов, нулевых как бы, а вот необходимость проводить аудит застройщику появилась буквально совсем недавно. И даже при том, что она появилась, все равно застройщики стараются каким-то образом формализировать эту процедуру. И таким образом застройщик остается, по сути, бесконтролен в расходовании тех средств, которые получают от дольщиков. Фактически, большинство уголовных дел, которые мы видим на сегодняшний день в этой сфере, они заключаются в том, что... Потратили не на то. Да. Это неквалифицированный финансовый менеджмент, который, ну, в силу рисков, в силу кризиса, в силу определенных моментов привел к тому, что, ну, в какой-то момент они вынуждены где-то перехватываться, где-то получать более дорогие финансовые ресурсы и таким образом стали не справляться с исполнением обязательств. А учитывая то, что в нулевые годы в Тучное, ну, всегда спрос превышал намного предложения, то было ожидание, ну, как-то вот этот кризис проскочить. И когда этот кризис, они не проскочили, при отсутствии контроля, при отсутствии, ну, достаточно железной финансовой дисциплины появилось вот такое многообразие вот этих обманутых дольщиков. И компаний, которые им должны. Да, да. По сути, мы имеем проблему, ну, большую, на самом деле, гораздо, ну, более сложную, чем дольщиков. Мы имеем проблему непрозрачных финансов, непрозрачного контроля за деятельностью организации. Такого же, как, в общем-то, и в государстве, когда мы, зная о том, что вот много денег там выделяется, много денег расходуется, по сути, все равно не имеем достаточно четкого и квалифицированного доступа к тому, насколько эффективно эти деньги тратятся. И, собственно говоря, вот, может быть, почему еще, кстати, вот, Кудрина назначили на счетную палату, и вдруг появилось внимание к счетной палате как к институту. Вдруг все как-то запереживали о том, что, а почему там расширяется полномочия, то, что сейчас счетная палата. Вот сейчас Алексей Леонидович это всем устроит, да? Ну, скажем так, на самом деле у аудиторов есть очень серьезный ресурс, если они независимые аудиторы, очень четко и откровенно говорить по тому, что и как происходит внутри организации. Ну и, собственно говоря, даже если это все по закону, это не означает, что это все эффективно и делается в целях капитализации компании, и в целях, ну, как сказать, светлого будущего завтра. Этот закон, вот, если все будет принято так, как предрекают нам СМИ и говорят о том, что будет повышение цен на рынке первичного жилья на 15-30% в зависимости от региона, все-таки он сыграет во благо жителям России? Нет. Или в минус? Нет. Ну, вы представьте, то есть, по большому счету, например, большое количество техники, большое количество логистических ресурсов, складов будет саккумулировано в таких монстрах. И, собственно говоря, при желании построить что-либо большое на территории, там, в любом субъекте, да, за этот большой объект смогут бороться совершенно ограниченное количество компаний. Ну, и я еще раз хочу сказать, что отсутствие конкуренции никогда не создавало благ для потребителей, которыми являются жители нашей страны. Поэтому снижение конкуренции, выстраивание более жестких вертикальных вот этих структур, выстраивание и усиление более крупных игроков на рынке, на экономическом рынке нашей страны, оно, ну, по сути, приводит к государствованию и приводит к, ну, такой, к непроворотливости. Может быть, в конкретном, там, в краткосрочном периоде, там, когда кризис, когда сложная внешнеэкономическая ситуация, это дает свои плоды и, собственно, позволяет компаниям выживать, позволяет сохранять рабочие места, позволяет, собственно говоря, там, ну, как-то планировать в длинную, то в отсутствии вот, ну, этих препон для развития, эти компании скорее занимаются сохранением, нежели приумножением богатств, нежели развитием. И мы это проходили в Советском Союзе очень четко. В общем, для всех это плохо. Хорошо, наверное, только для Владимира Владимировича, который больше не будет получать видеообращение от обманутых дольщиков через какое-то время. Я не уверен, что обманутых дольщиков будет меньше, потому что они будут просто крупнее. И называться по-другому. Ну, называться по-другому, да. То есть другие проблемы просто появятся. Потому что, ликвидируя одну проблему, можем совершенно элементарно нарваться на другую. Но я еще пособираю экспертные оценки по этому вопросу. Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Переходим к кировским новостям. Новость года, как я ее называю. Заявление губернатора Игоря Васильева о возвращении в Кировскую область авиакомпании «Победа». Сделано было в минувшую пятницу. Уже обсуждалось неоднократно. Все говорили, зачем, почему. Как я понимаю, конкретики нет пока. Как вы расцениваете? Это вот такой пиар-пиар? Просто надо что-то сказать такое прямо яркое. Или если первое лицо региона публично заявляет о том, что «Победа» возвращается в Кировскую область, это значит, что «Победа» возвращается? Вот чем я не люблю современные новости, это тем, что у нас анонсы... Это не вы виноваты. Это Игорь Васильев сказал. Ну, к сожалению, Игорю Владимировичу надо было что-то сказать, наверное, и он сказал то, что у него было на какой-то стадии договоренности. Причем говорил он достаточно аккуратно и с некими экивоками о том, что вот, ну, может быть, это будет. Высока степень вероятности того, что это случится. А, то есть это мы уже задумали, да? Ну, смотрите, нам ведь это не очень интересно. То есть нам не интересно, что будет. Нам интересно, что подписан контракт с «Победой», она будет летать каждый день, вылетать в 6 утра, прилетать туда, условно говоря, в 7. Вы в течение дня сможете отработать в Москве и вечером совершенно спокойно вернуться в семью. Вот это нам интересно. Если же появилась «Победа», которая будет летать в субботу, условно говоря, там, да, из Москвы в Киров и воскресенье из Кирова в Москву, ну, или там, я не знаю, как только в выходные, например, да, и, возможно, во время этого перелета будет, ну, совершенно не соответствовать нашему биологическому ритму, скажем так, да, то получится у нас следующее, что Игорь Владимирович никого не обманул, победа пришла, но легче от этого никому не стало. И, к сожалению, вот эта новость и то, как ее сейчас обсасывают в СМИ, она заставляет руководство нашего региона по большому счету сейчас делать все возможное, лишь бы победа в какой-то части проявилась. И даже просто пусть выпустит релиз о том, что мы решили перенести это на 2019 год, будет сказано, ну, никто же никого не обманул. Да, договорились же. Легче от этого никому не стало. И вот почему я не люблю современные новости, потому что новости современные, они, ну, чаще это либо какие-то анонсы, либо это сплетни. Нам очень сложно сейчас. Хорошо и интересно разговаривать по фактам, потому что случилось, свершилось, ну, и так далее. Я надеюсь, что в начале июля, говорят, что в начале июля будет конкретика какая-то, мы по фактам обязательно поговорим. Мы к этому уже так устанем. Регион может идти на какие-то уступки для компании или нет? Я сожалею очень о том, что вообще это случилось, и, на мой взгляд, это случилось. Это случилось в смысле уход победы? Да, 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 совершенно правильно. Потому что мне, в общем-то, как, ну, не то что не специалисту, но была понятна стратегия. Была понятна стратегия, которая базировалась на том, что необходимо для кировчан изменить сам уклад жизни, то есть сформировать возможность легких перелетов, то есть не думать о том, что, может быть, улететь или там на поезде поехать. Если есть возможность полететь, мы сели и полетели. И это, на мой взгляд, тогда произошло, и логика была простая. Давайте увеличим пассажиропоток, насколько я помню, до 200 тысяч человек в год. Да, и аэропорт будет окупать сам себя. И тогда уже на этой инфраструктуре, потому что проходимость 200 тысяч человек в год через аэропорт, на этой инфраструктуре можно начать зарабатывать, идти в плюс. И, соответственно, я ведь так полагаю, все равно в убыток-то не торговали, то есть не предоставляли взлетную полосу в убыток, просто она была задействована. И вот эта логика мне как-то была достаточно симпатична. Потом, когда стали, на мой взгляд, просто проявили некую неосмотрительность или, может быть, небрежность в отношении с Победой, Победа позволила себе уйти. Она просто позволила себе уйти. Ну, потому что там в очередь стоят другие регионы. Я тут не знаю, почему это произошло, и не хочу это комментировать, но это автоматически снизило пассажиропоток. Я в последний раз летел в Киров за 8 тысяч рублей. При том, что в Красноярск из Москвы я летаю примерно за 6700 рублей. Победой или другим перевозчиком? Другим перевозчиком, даже не лоукостер. Нет, лоукостер. Ну, U-7, я не знаю. 7-Up. 7-Up, нет. S7. X7, да, я извиняюсь. Вот. И, собственно, вот эта разница мне, она как бы достаточно серьезно не то что возмущает. Я не могу себе позволить летать за 8 тысяч рублей постоянно из Москвы или в Москву. Конечно, есть люди в Кирове, которые могут себе это позволить. Их не так много. В общем-то, для них, в общем, самолеты летают на сегодняшний день очень небольшой. Там порядка 40 мест. И все свои. Ну, да. Много знакомых. Ну, и даже те, кто не знаком, мы даже представляем, куда они летят, какой целью, возможно. Вот. И поэтому это уже другой уклад. И мы лишились немножко этого, ну, этой мобильности, которая современному миру присуща. Люди перестали себя чувствовать жителем современного города, который передвигается быстро и относительно дешево. Я не хочу сказать, что вот я лично этому не рад. То есть я, может быть, этому не то что там рад или не рад, но мой личный уклад, он может быть соответствовать этому. Мне сесть в вятку, уехать в Москву, ну, приятно. Собственно, вернуться точно так же может быть тоже приятно. Не все любят ездить поездом. Не все любят. Не все любят летать. И всему не угодишь. Но для современного города наличие действующего аэропорта с большим количеством рейсов – это, в общем-то, необходимость и данность. То есть уступки какие-то, если победа их запросит, надо рассматривать, смотреть их обоснованность и идти на них. Отсутствие транспорта, отсутствие транспортной стратегии, отсутствие четкого понимания, собственно говоря, как ты можешь жить в этом регионе, оно тебя на сегодняшний день вычеркивает из географической и экономической повестки. Потому что это прямая корреляция с инвестиционной привлекательностью региона. Это прямая корреляция с будущим, не только доходами, а вообще с будущей жизнью. И мы смотрим телевизор, мы понимаем, как все развивается и видя то, что у нас происходит. Конечно, происходит, собственно, такой когнитивный диссонанс, и ты смотришь на другие регионы автоматически. Сейчас, буквально полчаса назад здесь был Константин Сечехин, который рассказывал о том, что происходит в других регионах, с платными дорогами, контролем за ремонтом дорог. И было ощущение, что Кировская область, да, действительно живет в 70-х годах 20-го века, а какие-то соседние, в том числе, регионы уже в 21-м. Ну, вот даже вот то, что там, ну, представьте, там, приятно видеть вымытые дороги, приятно видеть отсутствие грязи на дорогах в столице, в которой, ну, в столице региона, я имею в виду. То есть, в данном случае, я не говорю про Москву. И ведь раз сам делают, значит, у нас тоже это возможно. Ну, почему нет? Давайте попробуем. Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. У нас небольшая реклама, и вернемся. Особое мнение на 101FM Михаил Шевелев, председатель Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Мы продолжаем. Про инициативное бюджетирование как раз сейчас мы поговорим. Итоги конкурса президентских грантов подвели буквально вот на днях. 18 победителей из Кировской области получат значительные средства. Ну, там у всех по-разному. У кого-то 400 тысяч, у кого-то почти 3 миллиона. Я знаю, что вы тоже заявлялись на конкурс, но, к сожалению, не получилось на этот раз. Мы попали в большинство. Кто не прошел. С чем вы заявлялись? Ну, на самом деле, мы подавали второй раз грант. Первый раз подавали во втором конкурсе прошлого года. И подавали, в общем-то, с одним и тем же проектом. Это проект по поддержке института независимых консультантов инициативного бюджетирования. То есть наш офис консультантов. Мы на сегодняшний день вынуждены действовать абсолютно, ну, скажем, в таком волонтерском формате. То есть ездим, участвуем в федеральных мероприятиях. Проводим семинары по стране, в том числе, для правительств различных регионов. Но делаем это не системно, потому что системно, чтобы выстроить эту работу, нам необходимы, естественно, определенные ресурсы, определенный толчок, определенная инфраструктура. И вот мы подавались с грантом на то, чтобы сформировать такой центр инициативного бюджетирования, который в течение полутора лет мог бы, собственно говоря, участвовать активно в жизни региона. Мы бы могли взять на себя часть функций, которыми на сегодняшний день занимают различные проектные центры правительства Кировской области. Ну, или, по крайней мере, помогать им в выстраивании диалога между властью, муниципалитетом и, собственно говоря, населением. То есть помогать людям с тем, чтобы им было более понятно и более доступно участие в различного рода проектах по благоустройству своей территории. Вот я скажу, да, можно запутаться даже с журналистом, потому что проектов много и никто не понимает. Условия, кстати, разные ведь везде, да, как это работает. То есть есть народный бюджет, который курирует Министерство финансов в Кировской области. Есть проект ППМИ, самый массовый такой, да, который курирует Министерство социального развития. Еще что-то есть. Есть федеральные вот эти вот программы безопасные, качественные дороги и комфортная доступная среда. Что-то еще, может быть, я забыла, да. И люди путаются. И ведомством-то тоже не очень удобно, потому что тут один заявился, там другой заявился. Где-то они пересекаются, где-то нет. Ну, знаете, как бы получается очень интересно. Вообще тренд на более тесное взаимодействие власти и населения задан. Он задан очень основательно, очень конкретно. И в том числе с учетом тех федеральных проектов, которые существуют. Тот же проект, там, безопасные, качественные дороги, он так или иначе предусматривает проведение там публичных обсуждений по результатам. Нельзя без этого. Да, да, да. Нельзя. То есть это же работа активистов, связанная с приемкой дорог в эксплуатацию. Она в этой же части лежит. Комфортная городская среда, она непосредственно предусматривает работу с населением. Потому что заявки надо. Да, 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 да. И на самом деле вот эта вот массовость и различность структур, ну, вот вы перечислили министерство, да, она... Все ведь как сводится у нас? Все сводится в муниципалитет. И вот те главы, те специалисты, их больше-то не стало. И так как на них, по сути, на их плечи падает эта вся работа, то у них что получается? У них получается множество начальников, множество требований, множество отчетностей. А они, действуя в рамках своего 131-го закона, там тоже есть множество ограничений и множество форм, по которым можно это делать, они, ну, испытывают, на мой взгляд, на сегодня жесточайший стресс. Потому что, да, они действуют вроде бы в рамках своих муниципальных полномочий, занимаются тем, чем и должны, помогают людям. Вот и деньги какие-то дополнительные появляются у них, да? Вроде бы и деньги дополнительные появляются, но на самом деле множество обязательств, и вот это вот может быть некое непонимание, потому что Минстрой там по-своему трактует, там, Министерство социального развития, там, свои правила, Минфина, там, свои. Типология может быть одна, дороги и там, и там, и там можно делать, там, например, да? И все это заставляет, ну, нас, как минимум, вот, да, нас, консультантов, думать о том, что это необходимо каким-то образом консолидировать. Необходимо выстраивать некий проектный центр, некая, может быть, там, ну, какую-то хотя бы там рабочую группу. Мы предложили создать совет по инициативному бюджетированию, там, на базе вот этих министерств, с включением Министерства экономического развития. То есть это в структуре правительства будет? Да, когда вот эти все вопросы, они, ну, позволяли бы каким-то образом упорядочить эту работу, выстроить некий график, выстроить последовательность, разработать, унифицировать формы по работе с населением, потому что они ведь одинаковы, на самом деле. И это бы позволило, ну, так скажем, выстроить более тесное и понятное связи между муниципалитетами и государственной властью. И? И повысить доверие населения. Так, что теперь? Что с рабочей группой? Ну, на сегодняшний день работа в этом направлении ведется. К сожалению, вот пара совещаний, которые назначались, были перенитены, но у меня есть надежда о том, что оно действительно состоится, и будет принято определенное решение по этой консолидации. Вот временной промежуток, когда оно состоится, мы можем назвать? Понятно, что не от вас зависит. Сегодня очень определенная, как сказать-то, определенная формулировка, принесено на неопределенный срок. Очень определенная формулировка. Ну, формулировка очень определенная, все буквы и слова понятны. То есть мы ждем, мы, в принципе, понимаем, что мы планируем дальше работать. На сегодняшний день ведем консультации и переговоры с Пермским краем. Должен сказать, что в Пермском крае, например, вот эта вот консолидация, она приняла достаточно технологичный характер. Они сделали портал «Управляем вместе», который, опять же, можно было бы с какой-то степенью интереса для нашего государственного управления адаптировать для нас. То есть наши коллеги из Министерства социального развития, из Министерства финансов и Николай Плюснин, консультант нашего офиса, буквально вернулись из Кисловодска, с федерального семинара по инициативному бюджетированию. Там обсуждали очень много новаторских идей, которые на самом деле, ну, мы как бы считаемся неким флагманом, но мы сегодня очень быстро утрачиваем это преимущество, потому что другие регионы развиваются. Я напомню, что вот по результатам, по-моему, то ли прошлого, то ли позапрошлого года, из четырех тысяч проектов по инициативному бюджетированию в России воплощенных за год, две тысячи были реализованы в Кировской области. Теперь это уже не так. До семнадцатого года, вот можно говорить о том, что больше половины всех проектов, которые были реализованы до 2017 года в Российской Федерации, приходилось на Кировскую область. На сегодняшний день, конечно, масштаб некоторых регионов, он уже очень серьезный, он уже большой. И деньги там другие. И деньги другие, но там подходы другие, но я хочу сказать, что и другие-то подходы, они ведь тоже хороши. То есть они позволяют так или иначе учитывать мнение жителей в развитии региона, прислушиваться к ним, повышать ответственность обеих сторон за, собственно говоря, за будущее территории. К сожалению, процесс движется очень медленно. Я правильно понимаю, что есть опасения с вашей стороны, что каким-то образом замнут вот эту вот нашу, скажем так, лидирующую роль, функцию и наши лидирующие позиции в России. И через какое-то время, во-первых, мы это потеряем, во-вторых, жители разуверятся в этих проектах. Какой риск существует? Он существует, он очень, как бы, ярок, наблюдаем. И, в принципе, сейчас уже, чтобы быть первым, нужно, даже чтобы оставаться на этом месте, нужно очень быстро бежать. В следующем году будет десятилетие, собственно, реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области. Это один из самых значительных проектов, который оказал большое влияние на другие субъекты Российской Федерации. И, ну, например, не отметить его, не провести какой-либо там, хотя бы федеральный семинар, было бы очень... На территории области. Да, да, да. Я знаю, что наши коллеги общались со Всемирным банком, общались с НИФИ по возможности проведения данного мероприятия. И там есть очень большая поддержка. Иногородние гости и иностранные гости приехать готовы, учить нас готовы, но пока совещание перенесено на неопределенный срок. Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Еще одна тема, которую хотела обсудить, но уже не успеваю. Это памятник, установка памятника царской семье на набережной Грины. В Великорецком крестном ходе собрали как минимум 4000 подписей в поддержку этого вопроса. Очень коротко. За или против? А кто спрашивает мое мнение? А, вот так вот. Хорошо, Михаил, пойдете на общественные слушания, когда объявят? Не уверен. Не уверен? Я просто понимаю, что на общественных слушаниях эта формализация принесут подписи людей, которые за. Кому он нужен? Зачем нужен? Мне очень интересно посмотреть сам памятник до того, как он будет установлен. Интересно, чтобы была какая-то комиссия, которая съездит, посмотрит этот памятник и поговорит с тем мессонатом, собственно, который... Зачем он это делает? То есть, зачем епархия этот памятник? То есть, зачем вот это... Ну, давайте место обсудим. Давайте, как бы, подумаем о том, собственно, как он может быть. Ну, у нас даже памятник Держинском появился. Я не думаю, что не должен появиться там памятник. Можно сказать, что в уголке его не видит никто, а памятник царской семье на набережной Грины будет установлен. Если да. Хорошо. Обсуждение. Все. Масштабное обсуждение. Нет, я думаю, что комиссионно, чтобы были представители общественности и администрации, и епархии, посмотреть, что это действительно произведение искусства, а не некое втыкание никому не нужного объекта, лишь бы куда-то пристроить. Вот. Если это все будет присутствовать, ну, все равно все здания будут. Да. Кто-то будет против. К сожалению, сегодня город не принадлежит горожанам, и поэтому мое мнение, оно в данном случае не влияет на принятие решений. Но, тем не менее, мнение должно быть выслушано и учтено. Говорит Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования. В программе «Особое мнение». Мы на этом завершаем. Михаилу спасибо. Слушателям, до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM